Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В ряде регионов Западной Армении ожидается резкое ухудшение погоды. Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Кремль отвечает на решение Порошенко отменить договор о российско-украинской дружбе. Права о Леве нарушаются. В Анкаре и Диарбекире были арестованы десятки курдских активистов. Первая – это наша дверь Мгера, около озера Ван. Вторая – Арамимур, около озера Титикака, Перу. Согласно метеорологическим данным, обильная облачность в регионе и повышение температуры вызовут проливные дожди и снегопады в горных районах. В отдельных местах и в горных перевалах – Пурга. Снег ожидается в Эрзруме, Карсе и Ардахане. Толщина снежного покрова в горных районах достигает 32 сантиметров. В течение дня из-за проливных дождей и снега в горных районах мы призываем граждан быть осторожными, особенно из-за плохой видимости на дорогах. Армения состоит в ОДКБ и не стремится в НАТО, но будет поддерживать отношения с Альянсом. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. «У нас есть отношения с НАТО, они связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово, в Афганистане, и мы продолжим это сотрудничество. Но мы не стремимся в НАТО», – отметил он. «Мы являемся членами ОДКБ», – напомнил исполняющий обязанности главы Кадмина Армении. «Поддерживает партнерские отношения и с Россией, и с Евросоюзом. Но мы не будем под чем-то влиянием», – добавил Пашинян. «Мы партнеры с Российской Федерацией и с ЕС, и не находимся под чем-то влиянием», – отметил он, отвечая на вопрос о внешнеполитических приоритетах страны после выборов в национальное собрание. Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение в стране. Французский лидер Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое положение. Такое заявление президент сделал вечером 10 декабря в ходе телевизионного обращения к народу, посвященного ситуации во Франции. Глава государства потребовал от кабинета министров и парламента перестроить свою работу. По его словам, власти в ближайшее время начнут принимать комплекс мер по оказанию экономической поддержки населению. «Я осознаю свою ответственность. Я действительно хотел изменить сложившуюся политическую систему, зачастую нечестную». Президент заявил, что во вторник 11 декабря премьер-министр представит французскому парламенту конкретные предложения правительства. Однако добавил, что на этом нельзя останавливаться. Макрон отметил, что в урегулировании сложившейся экономической ситуации должны участвовать крупные предприятия и наиболее состоятельные французы. Вместе с тем глава республики подчеркнул неприемлемость насилия, которым в последние недели ознакомились некоторые акции протеста желтых жилетов. По его словам, никакого прощения тем, кто допустил насилие, не будет. Макрон пообещал, что в 2019 году минимальная заработная плата вырастет на 100 евро, сверхурочная зарплата не будет облагаться налогом, и все работники получат дополнительные премии в конце года. Также Макрон указал на следующее. Граждане, которые получают менее 2000 евро в месяц, должны иметь налоговые льготы, а заработная плата работников частного сектора должна быть повышена. Необходимо также объявить экономическое и социальное чрезвычайное положение. Должны мы решить проблемы миграции иммигрантов. Необходимы более глубокие государственные реформы в стране. Мы должны прислушиваться ко всем идеям, независимо от партийной принадлежности. Правительству Франции нужно 8-10 миллиардов евро, чтобы решить вышеупомянутые проблемы. Но пока не ясно, откуда взять эти деньги. В свою очередь, профсоюзы и союз работодателей надеются, что правительство решит проблемы в скором времени. А пока страну ждут или новые протесты, или же экономические реформы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, это решение вызывает сожаление Кремля. Очевидно, что вряд ли этот шаг может расцениваться как шаг, который в интересах украинцев. Тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений. Несмотря ни на что, отметил Песков. Он также добавил, что разрыв договора является проявлением неуважения к украинским гражданам. 10 декабря в связи с Международным днем прав человека, неправительственные организации в Турции и представители политических партий призвали положить конец нарушениям прав человека в стране. Глава Измирского офиса правозащитной ассоциации Ахмед Чичек отметил, что права человека в Турции всегда были в очень слабом положении. По его словам, нарушение прав человека повсюду. Человек знает свое происхождение, имеет свой родной язык, имеет право учиться на своем родном языке. Если он не видит этого права, это значит, его права нарушаются. Человек имеет религиозную принадлежность. Если он не может совершать религиозные обряды, то его право нарушается, отметил он. С этой точки зрения Ахмед Чичек подчеркнул нарушение закона о леве. Он отметил, что также грубо нарушаются права курдов. Курды не могут получать образование на своем родном языке. Права курдов и других национальных меньшинств нарушаются в этой стране повсеместно. Глава Измирского офиса правозащитной ассоциации также коснулся ситуации в СМИ. Он отметил, что в процессе повсюду под давлением. До этого журналистов убивали, а теперь их арестовывают и судят за свою профессиональную деятельность. 12 членов прокурдской народно-демократической партии РПК были арестованы в Анкаре. Среди них известный журналист Кенан Киркай. Спецназ полиции напал на дома прокурдских активистов и провел обыски. В тот же день в Диарбекире были задержаны 22 курдских активиста, которые объявили голодовку и защиту курдского депутата Лейлы Гувен. Недавно в Урфе полиция штурмовала здание главного штаба прокурдской партии, арестовав 38 ее членов. Последние также принимали участие в голодовке в поддержку Лейлы Гувен. Саркист Эрзян на своей странице в Facebook затронул историю жреца Арама. Первая – это наша дверь Мгера около озера Ван. Вторая – Арамимур около озера Титикака, Перу. Но я думаю, что мы помним историю двери. Теперь послушайте кусочек истории второй двери. Изучая окрестностей озера Титикака, Боливии и Перу в начале 1990-х годов Хосе Луиса Дельгага Мамани случайно обнаружили огромную семитровую каменную скалу высотой около двух метров с проемами, напоминающую двери. Скалы называются коренными жителями Арамимуру, а проемы Пуэрто де Хайумарка – ворота богов. На языке местных жителей Хайумарка означает «врата богов». Исследователи также рассказали историю жреца Арама, которая является хранителем семи неизменностей богов. Легенда заканчивается пророчеством, что дверь богов однажды откроется намного больше, чем в реальности, и боги смогут вернуться на своих солнечных кораблях. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Варт» в исполнении Гатабе. Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!